Мы рассматриваем серию видеороликов совершенствования проектирования железобетонных конструкций, выявления, устранения, предупреждения ошибок, представляющих собой видеоотчет об объединенном заседании Советов по железобетонным конструкциям и по программным средствам строительства. Это шестой ролик серии, представляющий четвертую часть моего сообщения на заседании Советов. Четвертая часть сообщения – сокращение трудоемкости и сроков проектирования при минимизации ошибок. В последние годы все большее распространение во многих странах мира находит технология BIM, что расшифровывается как Building Information Modeling или информационные моделированные здания. Технология разработана американской компанией Autodesk, многие программы которой широко используют при проектировании. Большое внимание уделяют внедрению технологии BIM и в нашей стране. Здесь на слайде приведено поручение президента Российской Федерации, премьер-министру Российской Федерации, где предписывается организовать широкое внедрение информационного моделирования в практику строительства. И такое внедрение уже началось. Выпущены некоторые документы, своды правил, ГОСТы, но пока до конструкции дело не дошло. Основным инструментом проектирования в технологии BIM является программа RELE. Программа позволяет вести проектирование архитектурное, конструктивное, а также проектирование инженерных сетей, электрических ОВ, ВК. Нас интересует, конечно, прежде всего проектирование конструкций, в частности проектирование железобетонных конструкций. Название REVIT состоит из сокращения двух английских слов – REVISE INSTANTLY, то есть изменим мгновенно. Преимущество этой программы заключается в том, что при проектировании создается трехмерная модель, и изменения на одном из видов, например, на фасаде, сразу же отражаются на других видах – планах, разрезах, узлах, спецификациях и т.д. Это облегчает и ускоряет процесс проектирования, позволяет избегать многих ошибок. Однако число ручных операций и в этом случае остается достаточно большим. Кроме того, в существующем проектировании не автоматизирована связь между расчетом и конструированием, что затрудняет и замедляет процесс. По предложению компании «Автодеск» наша организация совместно с одесской фирмой «Аркадия» Николай Васильевич Адамчук проводит работу по включению программы ОМ «СНИП-Железобетон» в технологию BIM. При этом расчеты и проектирование проводят по следующей схеме. В программе REVISE создают архитектурную модель конструкции. Затем в этой же программе на основе архитектурной модели создают модель конструктивную. Все необходимые данные передают в программный комплекс, где выполняют расчет, определяя усилия. Это третий этап. На четвертом этапе все усилия вместе с другими требуемыми данными передают в программу ОМ «СНИП-Железобетон». Здесь выполняют подбор армирования и, кроме того, в рамках принятой конструктивной схемы назначают некоторые конструктивные параметры. А затем все эти данные вновь передают в программу REVISE и там буквально в один клик получают трехмерную модель конструкции. Как работает эта схема я продемонстрирую сейчас на примере. В качестве примера рассмотрим четырехэтажное здание с подвалом, приведенное в руководстве программы «Робот» 2013 года. Там это здание используют для демонстрации возможностей расчета в программе «Робот». Поскольку расчет в программе «Робот» уже готов, то мы несколько изменили изложенную схему проектирования. Передавали модель не из программы REVISE в программу «Робот», а наоборот из программы «Робот» в программу REVISE. И здесь на слайде представлены две модели – расчетная в программе «Робот» и физическая в программе REVISE. Мы видим, что в центре здания находится ядро жесткости, состоящее из шахты, которая образует набор стен. Эти стены и являются предметом нашего проектирования, поскольку эта часть как раз у нас готова. Слева на рисунке показана общая схема стен. Справа показана схема армирования стен. Стену армируют плоскими сварными каркасами, состоящими из двух одинаковых продольных стержней, соединенных поперечными стержнями. На поперечные стержни укладывают горизонтальные арматурные стержни. В стыках стен в углах устраивают стыки горизонтальной арматуры, а между выше лежащей и ниже лежащей стеной устраивают стыки вертикальной арматуры. Далее я проиллюстрирую весь процесс проектирования. При этом я не буду останавливаться на деталях, а буду указывать только основные моменты проектирования. Я также не буду показывать, как передаются данные из программы робот-программу ОМСНИП «Железобетон», поскольку этот процесс достаточно подробно описан в интернете, в том числе в тех публикациях, на которые я ссылался. Мы находимся в окне условия расчетов программы ОМСНИП «Железобетон». Справа показана конечная элементная модель стен, переданная из программы робот. В этом окне отмечаем, что необходимо выполнить подбор арматуры при учете условий прочности и причинностойкости нормальных сечений. Расчет выполняем пояс P63, используя деформационную модель. Отмечаем также, что необходимо учесть условия конструирования, когда становится активной кнопка конструирования. Нажимаем эту кнопку и переходим в окно «Условия конструирования». Здесь устанавливаем связь между координатами ОМСНИП «Железобетон» и «Вредить». На ход вводим номер какого-либо узла в программе ОМСНИП «Железобетон», а также указываем координаты соответствующей точки «Вредить». Ось и координат в обеих программах считаем направленными одинаково. Затем выбираем раздел «Конструирование» «Стены». Чтобы различать вертикальную и горизонтальную арматуру, указываем, как направлена ось Х. В программе робот эта ось направлена вертикально. Нажимаем кнопку «Стены». Попадаем на вкладку «Отдельные стены». Здесь в таблицу внесены все 20 стен по 4 стены на каждом из 4 этажей и в подвале. Каждая строка в таблице относится к отдельной стене. В таблице первая стена отмечена галочкой. Эта же стена выделена красным цветом в программе визуализации. Предусмотрены процедуры автоматизации внесения стен в таблицу. Справа показан список конечных элементов в стене, на соответствующей строке которой стоит курсор. Название стен можно вносить вручную и автоматически, отметив кнопку «Автоматизированный ввод в название стен». При автоматизированном вводе в название вводится именно обухвенных и цифровых осей, а также отметок, между которыми располагается стена. Предусмотрена удобная фильтрация стен по названию. Кнопка «Фильтр по названию». Далее переходим на вкладку «Группы стен». Здесь, используя определенные процедуры автоматизации, разделим стены на группы с одинаковыми геометрическими размерами и одинаковым армированием. Таких групп 6. От STM1 до STM6. Первую и вторую группу включим стены подвала, соответственно, с проемами и без проемов. В третью и четвертую группу включим стены этажей 1.3, соответственно, с проемами и без проемов. В пятую и шестую группу включим стены четвертого этажа, также соответственно, с проемами и без проемов. В программе визуализации отмечены стены, входящие в группу STM1. Нажмем кнопку «Копирование в таблицу группы сечений». Далее необходимо подобрать армирование. Переходим в окно «Элементы». Здесь на вкладках «Узлы», «Жесткости», «Оболочки» представлены данные, автоматически перенесенные из программы «Робот». Рассмотрим вкладку «Сечение с одинаковым армированием». В таблицу группы сечений автоматически перенесены данные по группам стен. В каждой группе стен соответствуют две строки, относящиеся к вертикальному и горизонтальному армированию. К названиям групп прибавлены, соответственно, буквы «Х» и «У». Переходим в окно нагрузки. Первоначально в «Робот» здании рассчитывалось на множество нагрузок, в том числе на сейсмическую. В рассматриваемом случае нас интересует не расчет, а конструирование. Поэтому все нагрузки свели к одной постоянной и ввели понижающий коэффициент. В окне «Усилия» можно посмотреть усилия от этой нагрузки. Эти усилия можно увидеть и графически. В окне «Арматура» назначаем класс арматуры А500 и задаем расположение арматурных стержней в каждой из групп. Как обсуждалось выше, это необходимо сделать при расчете по деформационной модели. В обоих сечениях и для вертикальной, и для горизонтальной арматуры располагаем по три стержня. Армирование симметричное. В окне «Бетон» вводим характеристики бетона. Класс бетона В40. Диаграмма состояния двухлинейная. Переходим в окно «Расчет». Отмечаем, что расчет по прочности и трещина стойкости нужно выполнить для всех групп. Нажимаем кнопку «Расчет». Далее переходим в окно «Результаты». Видим диаметр стержней вертикальной и горизонтальной арматуры для всех групп. Таким образом, расчет выполнен. Переходим снова к конструированию. Рассмотрим окно «Данные». Вкладку «Горизонтальное армирование». Здесь находится таблица, в которой для каждой группы стен представлены результаты расчета. Класс, диаметр и шаг стержней горизонтальной арматуры. Эти данные можно скорректировать, назначив другие значения. Кроме того, необходимо также внести параметр «Д». Расстояние от нижней грани стены до ближайшего горизонтального стержня. Назначаемое так, чтобы в стыках стен горизонтальные стержни не пересекались друг с другом. Переходим на вкладку «Вертикальное армирование». Здесь в таблице также представлены результаты расчета. Класс, диаметр и шаг стержней вертикальной арматуры. Эти данные можно скорректировать, назначив другие значения. В нижнюю часть таблицы пользователь должен внести данные для конструирования. Класс, диаметр, длину поперечных стержней каркасов, а также некоторое расстояние. Например, расстояние А между вертикальными стержнями каркасов. Затем пользователь нажимает кнопку «Экспортировать данные» и указывает место на компьютере, где будет сохранен текстовый файл с данными. Теперь мы находимся в программе Revit. В окне представлена трехмерная модель стен. Переходим на вкладку «Надстройки» и нажимаем кнопку «Эмжелезобетон». В результате оказывается в приложении «Импорт армирования», разработанном нашей организацией совместно с фирмой «Аркадия» на основе Revit API – интерфейса программирования приложений для Revit. Указываем здесь расположение файла, созданного в программе «Эмжелезобетон» и нажимаем кнопку «Ок». Через весьма непродолжительное время, не более минуты, автоматически получаем трехмерную модель армирования стен. Затем нажимаем еще две кнопки для маркировки и получения эскизов внутренних стержней. Кроме трехмерной модели получаем также различные заранее предусмотренные виды, например, планы и фасады. Здесь показан один из фасадов. Эти виды пока не оформлены, то есть на них не проставлены размеры, марки, выноски, заголовки и прочее. Оформление можно выполнить достаточно быстро при знакомстве с программой Revit и определенных навыков. Затем из этих видов компонуют листы. Я покажу окончательный результат. Три листа. Рассмотрим первый лист с видами для маркировки стен, а также с необходимыми спецификациями. Форма всех спецификаций соответствует требованиям ГОСТа. Здесь мы видим план, фасад вдоль цифровых осей и фасад вдоль буквенных осей. Представлена спецификация стен. Спецификация арматурных стержней может включать все стержни, только стержни каркасов, а также только стержни, не входящие в каркасы. Можно выделить звездочками гнутые стержни и двумя звездочками стержни, длина которых определяется в погонных метрах. Эта спецификация, как и все остальные, может содержать арматуру на любую часть конструкции. Одну стену, несколько стен, этаж, несколько этажей и тому подобное. Ведомость деталей содержит спецификацию гнутых стержней. Здесь представлена ведомость расхода стали. Можно получить спецификацию арматурных каркасов, содержащую стержни, входящие в каждый арматурный каркас. На втором листе представлены примеры чертежей конструкции. На этом чертеже показано армирование стены STM1 основной арматуры, вертикальными каркасами и горизонтальными стержнями. На этом чертеже изображена дополнительная арматура, обрамление проемов и арматура для организации угловых стыков стен. Эта арматура состоит из вертикальных и горизонтальных прямолинейных стержней, а также P-образных комутов. Основная арматура изображена в полутонах. Здесь показана организация углового стыка стен с помощью горизонтальных P-образных комутов. На этом разрезе изображены четыре примыкающих друг к другу стены и плита перекрытия. Показан стык с отгибами арматуры нижней стены и сваркой с верхней арматурой. Кроме того, возможны другие типы стыков. При варке вертикальных стержней верхней и нижней арматуры в наклёстку или с помощью накладок из стержней. Стыки без сварки. Нижнюю арматуру заводят на достаточную для анкировки длину, выше лежащую плиту и стену. На чертеже видно, что горизонтальную арматуру, примыкающую друг к другу стен, располагают на разной высоте для удобного организации стыка. Отметим, что все чертежи не требуют черчения, их получают аналитически. Требуется только оформление, простановка размеров, выносок, маркировка, простановка линии обрыва и тому подобное. На третьем листе приведены данные, необходимые для изготовления каждого каркаса. Чертеж, спецификация арматуры, ведомость расхода стали и ведомость деталей, если она нужна. Преимущество предлагаемого подхода, с моей точки зрения, заключается в следующем. Первое. Устанавливается прямая связь расчета и конструирования. В расчетной программе ОМСИП «Железобетон» мы указываем условия конструирования, и далее конструирование производится автоматически с полученными в расчете данными. Второе. Значительное сокращение трудоемкости и сроков проектирования. Практически ничего не приходится конструировать заново. Все происходит автоматически в рамках принятого конструктивного решения. Многие рутинные операции выполняет компьютер, а инженер может уделять больше времени творческой работе, например, оптимизации решений. Третье. Минимизация ошибок. Принятое конструктивное решение можно запрограммировать так, чтобы оно было практически безошибочным. Четвертое. Возможность быстрого внедрения наиболее передовых конструктивных решений путем включения их в ВВМ-программы в рамках ВИМ. Тогда новые решения будут применяться сразу во всех организациях пользователях программы. Пятое. Возможность автоматизации проектирования при работе с различными программными комплексами. В предложенную схему может быть включен любой программный комплекс, имеющий связь с программой АМСНИП-железобетон. Проектные организации могут использовать имеющиеся у них программные обеспечения. И шестое. В перспективе возникает возможность автоматизации проектирования всего здания в целом. Насколько я знаю, такая работа выполнена впервые. И она, с моей точки зрения, открывает новые возможности проектирования.